МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребята, всем привет! Или не всем привет? Или, блин, всем привет? Или привет тем, кто смотрит автобатл? В общем, ладно, всем привет! У нас в межсезоне, пока мы не купили переднеприводные машины для следующего сезона автобатла, мы решили сделать сезон с нашими автомобилями. Дело в том, что мы счастливые обладатели вот таких вот понторезок. Мы с ребятами, с Кириллом и с Денисом. И, соответственно, этот сезон у нас будет именно про понторезки. Про дешевые понторезки. Во сколько эти машины каждому из участников обошлись, сейчас каждый из участников, соответственно, и расскажет. А Мустанг только что выехал из клубного гаража с новеньким... Ну, как новеньким? Ну, прошедшим огонь, воды и медные трубы. Но все равно В8, ребята, поздравляйте меня! Вот всю гниль собрали. Ну, реально кусок говна. Вот, и если мотор таким же куском говна окажется, то мы как бы... Блин, ну это будет... Мы выиграли. Совсем печально. Мустанг обзавелся в В8. Про ту сумму, которую пришлось вложить сюда, чтобы машина обзавелась мощным таким прям сердцем, я расскажу чуть позже. Короче, блин, Кирилл, иди сюда! Сколько можно ждать? Я здесь! Здесь он! Здравствуй! И тебе не хворать! Давай рассказывай про свое чудо-автомобилище! Ребята лоханулись, я даже ничего рассказывать не буду. Все и так знают, что Мерседес будет гораздо лучше. Что это корыто? У него сколько денег не валивает? Что это? Не ремонтопригодная сложная машина? Да, у нас получается, Кирилл, что? Представительский седан, спорткупе и кроссовер в этом автобатле. И мы реально будем узнавать, на какой лучше там клюют девушки там, да? Ну, мне кажется, у меня тут точно не клюнут. Чего? Ты чего? Он желтый! Нет, знаешь, в каких-то определенных районах, под определенным градусом, возможно, в определенном возрасте, может быть и клюнут. Это охерительный, фантастический автомобиль с мощным V8 под капотом. А у тебя позорный V6, который натянет твой V8. Сейчас мы все узнаем, как он там что натянет. По динамике. Да не надо рассказывать. Ребят, не спорьте! А? Не спорьте! Вот этот премиальный внедорожник, кроссовер, 7-местный, с кожаным салоном, в идеальном состоянии. Ты знаешь, ты говоришь, как будто пенсионерский минерал. В идеальном состоянии. Он порвет все ваши вот эти вот корыта на разного. Денис. Я вам сегодня начну это доказывать. Он же не заводится. И сегодня же закончил. Подожди, он же не заводится у тебя. Что значит не заводится? То и значит. Он с самого начала, там два проводочка. И все элементарно. В общем, ребят, давайте, ну для тех, кто не знает, да, что за машины, для тех, кто вдруг там не подписан на канал Дениса и Кирилла. А разве такие есть? Не знаю, ребят, есть такие? В общем, давайте сейчас быстренько пробежимся, посмотрим автомобили, и, соответственно, что они из себя представляют. И уже приступим к заданиям. Давайте. Это Мерседес. Все знают, что это Мерседес. Он с класса 320. Все. С радаром активного круиз-контроля. Он сам едет за машинами. Он 320? Да. В смысле, 300. Ну да. В нем все работает, все хорошо. Он прекрасен. Прекрасен? Он 107 тысяч вложил, и в него 1025. Че, 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 сколько ты в него вложил? 1025. 25. А взял ты его за 100? За 107. За 107. 25. Итого 132 тысячи. 2 тысячи рублей, но при этом, конечно, это говешка. Говешка, давайте внимательно осмотрим. Что там про тью-то? Говешка, саморезы, саморезики, саморезики. Если мы сейчас пойдем к твоей машине. У меня V8. Мне все прощать должны, понимаешь? Так. Так, ладно, хорошо. У тебя, подожди, кожаный салон, да? Ну, конечно. Протертый кожаный салон. А у тебя не кожаный салон, что ли? У меня, у меня, у меня... Пересчитывает. Пересчитывает. Но об этом... Ну ладно, хорошо, красиво здесь, уютненько. Скажи, у тебя есть хотя бы электростеклоподъемники в автомобиле? Нет. А че он тогда вообще ровнет? У меня мустанг, у меня классический автомобиль. Там не должно быть стеклоподъемников электрических. Там только механические должны быть. Да. А какого хрена он стоит? Какого хрена он стоит сколько? Теперь уже в четыре раза... Он 90 тысяч рублей стоил мне. Нет, ну это на металлолом. Обрати внимание. Вот я сейчас капот открою, вы все просто от зависти помрете. Я вам сейчас заведу. Давай, давай, давай. Давай, давай. Точно заведу. А ты сейчас, подожди, сколько свою машину заводил? Сколько? Сколько? Я дверь не закрыл. А, ты дверь не закрыл, она у тебя не заводится? Дюжи умная, блин. А он, блин, не такая тупая. Ребята, вы стоите. В-8. Капот-то откроет, ты же говоришь, мультикапот откроешься и обзади. А, ну да, да, да. У меня и салончик желтенький, нарядный. Посмотри, он говорил, что у меня где-то там саморезик. Да, это стекловолокно просто потрескалось, он же стеклопластиковый. А, это просто. Просто. Это после аварии, это после аварии. Мы его покрасим, мы его восстановим. Ага, вот все это не считается. На машине Саныча повреждения снаружи не считается. Нет, а дальше, дальше, дальше. Вон, смотри, нет, ниже. Да давай, я открою. На, открывай. Что все такие немощные-то? Ну. О, он попшикал баллончиком, смотри. Я не пшикал баллончиком, это... Вот откуда эти силы. Какой колхоз. Это коллектор такой красивый. Я прям сразу корону свою вспомнил. Кирюх, подари ему красный вознособорник, а? Тебе нужен Нивский вот этот на капот для красоты. Очень смешно, очень смешно. Это V8, а вы завидуете, молча. Почему тут завидовать? Почему? Не трогай там ничего, там все красиво. Отломишь еще, не дай бог. А что, тут знакомый аккумулятор, нет? В смысле знакомый? Ну, Бош на нем написано. Ну, где-то такой же мелькал. А почему он зеленый под капотом? В смысле зеленый? Ну, когда-то он был зеленым, потому что. Его перекрасили в желтый документ. У меня заморезник торчит. Да, да, да. У тебя вообще он есть гнилой в хрен просто. А, нет, ну... Ладно, давай посмотрим на твое корыто. Вы пришли к идеальным автомобилям, да? К идеальному? Да. К идеальному. Найдите хоть одну Котску. Котску? Он идеален. Хорошо, Котску-то здесь нет. Нет, нет. Так он не заводится. Есть там девочки. Есть бампфер переднюю, он порвал. Это что такое? А, ну да. Нет, ну есть какие-то негодяи. Защита оторвана. Вон царапины на крыле. А, а, царапины. Вон царапины весь. И вот это... Так это я за вами ездил. Вот это дровину ты взял за сколько? За 110 тысяч рублей. За 110. Но тогда он был не на ходу. Но он тогда не заводился. Он не заводился? Да. Путем хитрых манипуляций он у тебя завелся. Сколько сейчас вложено в него? Порядка, наверное, 30 тысяч, наверное, вложено. 110 плюс 30, итого 140. То есть у тебя дороже все-таки машина, чем у Кирилла. У Кирилла самая дешевая, потому что в мою вложу, вот сейчас у меня получается сколько? 90 плюс, в общем, ну почти 400 получилось. Ну, да, то есть как бы ты... Ты можешь себе позволить такое? Ты первенство занимаешься. Конечно, конечно. Так, а по салону-то покажи. А то ты все тут крутой, крутой. Ну, ну, идеал. Ну, есть массаж. Смотри, буксировочная проушина подкрута появилась. Массаж есть, я спрошу. У тебя, да, массаж есть? У меня, знаешь, какой массаж. Когда заводишь V8, там все время массаж. Простат. Идем дальше. Кондиционер сидения есть? А подожди, у тебя что? Не механик, а автомат? Позорно. У меня Типтроник. Типтроник? А у тебя механика, что ли? У меня механика. У меня честный мустанг с задним приводом. На нем можно пятаки крутить. Я сейчас покажу как. Сейчас покажу. А здесь, кроме звезды, вообще что-нибудь есть нормального? А не надо здесь никуда лазить. Это тоже же V6, правильно же? Да, это V6. Подожди, а у тебя сколько лошадей? 260. А у тебя? 223. А у меня 220. То есть у меня меньше всего лошадей. Какой объем? У меня 5 литров. 5 литров. 5. 5 литров. 3,6. 3,2 у меня. 3,2, 3,6. И получается у меня на 3,6 260 лошадей. У тебя... Не понял. Ха, это что? Когда Палыч приехал. Палыч решил все-таки участвовать. А он что забыл-то? Что-то покупать приехал, походу. С женой что ли, детьми? Нет, с Васей. Так, ребят, теперь давайте посмотрим, какие еще купешки. Ну, понятно, там, Mustang можно купить, там, да, до 200 тысяч. Какие еще купешки, которые сойдут все-таки за понторезочку, можно купить в районе, там, от 100 до 200 тысяч рублей. Открываем приложение Автору. Прям первое. Honda Civic. Как понторезка не пойдет. Да, затем Toyota Corolla Levin за 160 тысяч рублей. Ну, тоже так себе слабенькая понторезочка. А вот, пожалуйста, Ford Cougar. Большое такое зеленое купе, 2 литра, 131 сила. В основе, если я не ошибаюсь, лежит Ford Mondeo. В принципе, не должно быть проблем с запчастями. Но вот этот конкретный, какой-то, блин, ржавый. Далее, вот интересный вариант. Honda Integra. Она меня прям даже заинтересовала. Конечно, просят за нее 199 тысяч рублей, но зато она уже тут и на разварочках, и такая прям бодрая. 1,6-120 сил. Кстати, едет очень хорошо, потому что машина очень легкая. Так, листаем дальше. SELIC. Ребят, легендарная Toyota SELIC. 2 литра, 140 сил. Жалко вот у конкретно этого экземпляра передний привод, потому что SELIC, конечно, ну, на мой взгляд, должны быть полноприводные. Единственный момент по SELIC. Здесь написано, что проверку по VIN-номеру она не прошла. Указанный VIN принадлежит другому автомобилю. Будьте внимательны. О, Honda Legend. 89-й год. Блин, крутая какая-то. Тут еще и история есть. Владение. Блин, вот это класс. Вот это прям интересная машина. По этой самой легенде есть, пожалуйста, и бесплатная проверка по VIN-номеру. И плюс еще есть история размещения. Вот за дополнительную денежку можно купить. Можно посмотреть, с каким пробегом эта машина продавалась. Дальше. Еще один американец. Dodge Stratus. 160 тысяч рублей. Кстати, всего-навсего. 2,4. 149 сил. Передний привод. Автомат. Блин, ну выглядит все равно прикольно. То есть, какая-никакая, блин, а все равно это понторезка. Мне кажется, выглядит даже лучше, чем Mustang. Ну и, наконец, Mitsubishi Eclipse. 97-й год. 2 литра, 145 сил. Пожалуйста, переднеприводный вариантик. Яркая, красная. Ну, тоже как бы сойдет за понторезочку. И опять же, вот бюджет 200 тысяч рублей. В общем, ссылочка будет в описании. Вот на эти самые купешечки от 100 до 200 тысяч рублей. Кстати, пишите в комментах, какую купешку выбрали бы вы в качестве своей понторезки. Вот это будет интересно. Палыч, ты вообще не в тему сейчас. У нас тут автобатл понторезок. Нет. Чего нет? Это вы не в тему. Палыч, оцени, пожалуйста, автомобиль. Назовите общую сумму ваших автомобилей. Она равна твоему автомобилю. Нет, нет, Саныч, ни фига. Подожди, у меня уже 400 штук. 400? Да. Да это ты можешь туда втюхать и 3 миллиона. Ну ладно, купил за 90. 90. Комплект колес на УАЗ. Ну скажи, что у меня, блин, круче. У меня же В8. У тебя В8. У тебя В8 30-х годов, тракторный. Ну, ты же любишь такие. Это жесть. Это хорошо на тракторе и на УАЗике. Это че? Ну, не на Мустанге. А на Мустанге, по-твоему, должно быть 4-е? Мустанге цилиндра 1,8 турбо. 300 тысяч лошадей. Чего? Это вот сейчас кто говорит? Ну, а это что? Дешевый пластик. Дешевый пластик. Я тоже обратил внимание, где все стоит. Конечно. Да он вообще сделан особо, это же Кадиллак. А Кадиллаки, когда были нормальными? Из американских машин я уважаю только Мустанги. Это что? И Chevrolet Tahoe. А это, смотри, усилитель, потому что кузов... А почему он такой тонкостенный? Он вообще из фольги сделан. А смотри, он еще... Мало того, что он тонкостенный, зачем он здесь вообще? А, чашки просто смещаются. Да, потому что кузов играет, потому что собран он из говеного... Да, глянь, вон он весь. Мексиканского металла. Ты глянь, она вообще фольга. Давайте на уазик, открывай капот. Я сейчас тебе таличь буду загибать. Вазик, пушсали. А ты что вообще приехал-то? Я приехал. Судить нас что ли тут? Это что? Кому разуму он научит нас приехал. Какие тачки надо покупать? Что-то... Да что вот это такое? Слушай, правда, глянь, радиатор, вот он. Радиатор ниже, чем на Мустанге висит. Не, это... Мы оторвали уже. Это не кроссовер даже. Вот, посмотри, посмотри, посмотри. Ну там хоть какая-то защита. Да, вот, Мустанг подготовлен. Документ, вот, универсал между прочим. Ой, ё-моё. Ну, Мерседес одним словом. Палыч, это Мерседес S-класса. Это вообще не внедорожник. Это как бы, да, вообще... Я про то же говорю, это не внедорожник совсем. Вообще, ну никак. Ну, это Котель в рукаве потом. Как с УАЗом примерно. Какая ещё пневмо утечу? Ой, смотри, он сам. Электропривод. Электропривод. Сам закрывается. О, видишь, может сожрать вас. Может сожрать, когда вы там что-то делаете. А делать его надо всё время. Кадилу там. Да поменьше, чем Мустанг. Да, конечно. Да, конечно. С меня хочет съесть. Ой, Вася к нам приехал. Здравствуй, дорожка. Главное, вкус сала, не вымазаться. Романтик такой. Да-да-да-дам. Идь снэпдак. А она специально кожаные штаны одела, чтобы не вымазаться. Конечно, их можно просто протереть немножко. Это просто сейчас лапит. Вася, вот скажи, вот как ты попала в эту машину просто? Вот мне непонятно. Я дверь открыла и залезла туда. Почему ты не в одной из этих? Почему я не в одной из этих? Ну, у меня, думаю, будет ещё шанс залезть в одну из этих. Но только на владительское сиденье. Да? Конечно. Не на заднее? Не на заднее? Блин. Ну, Санычу на заднее все равно не залезть. У него самая практичная. У меня там просто детское сиденье стоит. Но не суть. Не суть. Итак, что здесь собрались? Вообще автобаттл снимаем. Да, мне тут это, проплатили денежку. Говорят, работа есть. Короче. Пыльная или не очень? Вообще не пыльная. Главное в пуш-сало не влейся. Палыч платил, признавайся. В общем, нет. Салом. Наши тайные спонсоры. Салом. Тайные спонсоры, тайное общество. Пуш-сало. Палыч сейчас стоит в тайном обществе. Ну-ну. Я так не привык, когда две камеры меня снимают. Чёрт, чёрт, чёрт. Сокиты, блеск софита в глазки. Сперео. Сперео съём. Посмотрите, что происходит. Мы решили над вами чуть-чуть поиздеваться. Проверите, насколько ваши автомобили, лакшери автомобили... А ты мама? Если ты кому-то посмотри сейчас, Палыч, поход к тебе. Мама? Мама, иди. Его все дети так зовут. Мамы, понимаете, разные. Помните, как в мультике в детском, когда... Я же Батя! Когда Мам, Мам. Ну ты чё? Что за конверты-то? Конверты. Конверты, видите, красиво их отрабатывать нельзя. Я думаю, подписаны. Нет, зачем? Они ещё... Каждый из вас вытянет по одному. Посмотрим, насколько вы фартовые. Ну и, соответственно... Да мы, по-моему, не очень фартовые. И, соответственно, каждый... Судя по нашим машинам. Каждый из вас выполнит то задание, которое... Ну, мы по-разному. Я как могла, так по ходу пьесы написала. Подожди. По ходу пьесы написала, курицы там не просвечивают. Да ладно, да ладно. Ну давайте уже... Так что... Был больше конвертов, но пока, чтобы эфирное время сильно не занимать, давайте попробуем. Ну что? А Кирилл хитрый, а? Ну ладно. Кто будет первый открывать? Давай я. Да давайте я вам открою. Давай, открой. Так, ну-ка. Давайте читать. Смотрим. Кто будет первый? Это кто-то... Ребёнок писал, по-моему. Да, да, да. Что будет, если ваши помойки поломаются? Но это не про меня. Кто быстрее утащит свою понторезку? Утащит? Утащит. С поле боя. С поле боя? Палыч, нужна твоя помощь. Угоры. Я быстро утащу свою помойку. В общем... Не, ну это не про мою машину, это же про помойку. Это про мою. А. Это про твою. Нет, ну давайте тогда выстраивать их в ряд, доставать тросы, или я не знаю, я в принципе могу и толкать. Давайте толкать, ну что мы, бурлаки что ли, до дома? Не, а я не знаю, может кому-то интереснее будет толкать, кому-то интереснее тянуть. Ты как хочешь, тянуть или толкать? Я толкну. То есть я... Я спец в этом деле. Хорошо, давайте. Ну давайте тогда выстраиваться, что и... А что выстраиваться? Ну по прямой и толкаем. Давай нам старт, становись вот тут где-нибудь. А там машин нет. Не, машин нет. Давай! Ну давай, ты нашли. А я не вижу, где ты? А я тебе кричу. О! Сука, тяжелая! Поехали! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Да ну нафиг! Кадилаг! Это Кадилаг! Я в шоке просто, ребята! Итак, на счет три. Три! Дааа! Да ну нафиг! Так. Давай. Смотри. Чего? Придумай унизительное четверостишье про машину конкурента. Что? О, это легко! Это легко! То есть у тебя уже заготовили. Не, у меня нет заготовок. Я ваш не конкурент, про меня машине придумали. Подожди, подожди, подожди. Давайте. Значит, стоп, стоп, стоп. Значит, Кирилл, ты придумываешь про Палыча. А про чем здесь я... Палыча придумывает про меня. Я придумываю про Дениса, Денис про Кирилла. Точнее, про машины, про машины. Точно про Кирилла. Так, ну что, давайте, ну, пять минут на раздумье, наверное. Давай. Окей, берем паузу. Я уеду далеко, потому что все ваши тачки говно. Нет. Ну подожди, не про все тачки, а тебе про мою нужно придумать. Потому что тачка Саныча говно. Еще раз. Я уеду нахрен от вас далеко, потому что тачка Саныча говно. Вот это у меня. Стекоплен. Так, ладно, хорошо. Так, мне, значит, про твою нужно, про Кадиллак, да? Мне с мустангом повезло, он не едет все равно, давай. Ну хватит уже про мустанг. Все, вы к нему привязались, он классный. Он классный. Из-за этого он у тебя разгоняется медленно, из-за того, что он не катится. Он разгоняется нормально. Проверь суппорта, подшипники. Сейчас все проверим. А, ты про Мерседес, давай. Мерс бы ехал хорошо, но с Кириллом тяжело. Не, подожди. Да, кстати, кто там, ребята, смотрите, соответственно, можете в комментариях свое четверостише написать, кстати. Почему нет? Ну да, Александр, ты первый. Слезет с тачки твоей лак, взял ты сраный Кадиллак. Тебя его и нет, потому что ты мустанг. Про всех придут. Да он выбивается в лидеры, смотри. Давайте выбирать лидеров. Пусть у вас хорош везде, но только не везде. Почему вот я сейчас про другую рифму подумал? Не знаю, это твои какие-то мысли. Ребята, в комментах голосуем, кто придумал четверостише лучше. Если вообще какое-то было лучше. А то, мне кажется, какое-то... Ну, да, стихоплеты, вскрываем следующий конверт. Опять? Вася, вскрывай. Нет, это палч проработает. У него хорошее получается. А, волшебник, маг. Маг, буду, буду. Я чуродей, слышишь? Не подглядываем. Да кто подглядывает? Ты сейчас подложишь свой листочек. Конечно. Конечно. Там будет сто баксов. Там вот это плач лучше. Поглянь, оцените плавность своих панторезов. Прыгаем с бордюра. А, смотрите, поясняю. С бордюра прыгаем. У нас есть немножко дополнительных вещей, которые сейчас поедут вместе с вами на передних сиденьях ваших автомобилей. Нельзя мочить сиденья. А мы их не будем мочить. На крышах. Это вы их будете мочить. Давайте на крышах автомобилей. В общем, наливается водичка вот в эту посудину, чтобы не плескать ваш салон, ваши салоны. Ваши красотулины, наши красотулины. Ваши панторезные дрова, машины. Да ты что, это все улетит на задние сиденья. Да это не улетит никуда. Это может улазить, козлить будете. Но нам нужна от этого плохая дорога где-то. Я думала, что... Бордюры вот эти. Мы идем очень быстро. Мы про дорогу говорим. А, ну вот бордюры. Мы, как, вокруг Градов, в Казани? Да там дороги. Ну попробуем. Попробуем. Вот там есть вдоль... Не, ну в Левосуке... Вот здесь есть недалеко вдоль... О, Уася принесла воду. А, у меня сейчас... За Градом есть такая лесная дорожка. Там как раз можно попробовать. Где ты на квадроцикле гонял? Ну давай. Ну поехали туда тогда. Что, поконим? Поконим. Э, да ты там специально-то не разливай. Тот, не капли. Специально. Я сейчас проверю. Короче, вот у нас будет грунтовая дорога. Там неровности есть достаточно приличные. Вот мы сейчас, значит, что делаем. Так, это у нас... Я сейчас посмотрю, ты точно не разлил? Вот ты накапал туда мне. Не капли. Короче, суть в том, чтобы... Как можно быстрее приехать и как можно меньше воды разлить. Соответственно, потом мы определим победителя. Надо засекать. Надо засекать. Павел, у тебя есть засекатель? Есть. О, у Дениса есть засекатель. Большой такой засекатель. Так засечет. Ага. Ага. В часах. Все, готовы? Все, садимся. Ты смотри мне и воду не разлей. А как я сяду? Я не знаю. А то я тебе потом расплещу, тоже все сяду. Блин, аааа! Да что ты творишь? Ну что, чуть-чуть. Да какая она тесная. Как мне люди ездят? Не знаю. Люди нормально ездят. Закрывать? Закрывай. Давай, поглядь. Глянь, все выливается, а. Что вы за люди? Так, что? Давай, вон, Денис. Внимание. Глянь, марш. Все, поехали. Блин, ну надо же аккуратно теперь. Ай, да похер. Разливается. Да я вижу, что разливается. Ай-яй-яй, какие тут ямы, какие тут ямы, какие тут ямы. Уже половина вылилась. Ты хоть покажи дорогу-то, а то непонятно, где мы едем. Да вот такая дорога, грунтовочка. Ай-яй! Опа! Разливается. Это тебе еще везет, я от нас твой придерживаю ногой, получается. Надо не прыгать. Нужно использовать это преимущество. Так, где разворот-то, подожди. Я не знаю. Вот относительно ровная дорога. Тут можно, кстати, замутить. Вот, да-да-да-да-да-да, разворот. Да ничего себе, она неровная. Ну ладно, давай, развернемся. А-а-а! Там все... Вот это съезд вниз. Надо запускать. Съезд вниз, блин, зараза. А-а-а! А-а-а! Е-е-е-е-е-е-е-е! Так, едем. Саныш, ты прям уже вообще не стесняешься? Да что тут стесняться? Я уж все поразлил, мне кажется, все, что можно было. Больше не выливается уже, да. Конечно, больше не выливается. Там уже ее, блин, нету почти на донышке. Тихо-тихо-тихо, яма-яма-яма-яма. О, нормально, ну смотри, смотри, ходом, ходом, ходом проходим. Нормально, не разлилась почти. Тормози плавнее. Так, время! Сколько время-то? У Кирилла все в штаны впиталось, по-любому. Так, и мой результат. Надо запомнить. Да как запомнить, надо, надо... Надо рисочку сделать какую-нибудь. Залить, наверное. Вот это вот, сколько осталось. Ого! Вылить, а потом обратно залить сюда. Ну, я напишу А. Ну, стан, напиши, что Мэ. Ну, ладно, Мэ. А, это Александр. Му и Мея. Так, следующая машина, Кадиллак. Оооо, потекло! По штанины? Эх, нет, слава богу, не по штанины. Так. Так, тут какие-то... Тут прям ямы хорошие. Ой, а что это у тебя так гремит-то? Подвески, что ли, нет совсем? Есть, есть. Есть? Так, а ты... Меня дальше не утащишь? Не, я тебя дальше не утащу. Там сейчас слева будет съезд, и вот там разворот как раз. Сейчас мы развернемся. Ох, 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 ох. Ох, там тазик как колбасит. Все, вот он впереди. Вот здесь разворачиваемся. Надо было все-таки яйца вместо воды. Блин, это было бы чертовски приятно. Потом мы бы поехали на мойку отмывать машины от яиц мокрых. Влажных. В смысле... Протухли? Протухших, да. Так, то есть ты уже не стесняешься тоже, да? Я смотрю, я обратно тоже ехал, не стеснялся. Мне кажется, в этом залог успеха. Все может быть. Ой, 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 ой. Я тебе не буду говорить, тормози плавнее, чтобы ты еще больше воды разлил. Срочные замеры. Одно минуты 24. Ну быстрее, чем я. Сколько? Минуты 24? Меньше, у тебя 39. У меня было минуты 35. 39. 30... 35. Сейчас мы уже разольем. И херсы. Хватит читерить. Ай, потекло, потекло. Ну ладно, мы ему не скажем. А что там уже налито-то? Слушай. Да это первая секунда. Брось ты. Вон, 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 у тебя уже выливается. Потому что ты встал неровно. Ну ладно. Вода просто неровно. Ты что думаешь? Ты ничего не разольешь, что ли? Ты думаешь? О, сам шпапиновает уже. Так, что, готовы засекать? Потекла. Слушай, здесь хотя бы слышно, как вода течет. В кадиллаке ничего не слышно. У тебя шумка хорошая. Машина хорошая. То есть ты что, издеваешься сейчас? Куда спеши? Мы сколько будем ехать? Час? Мы везде успеем, Саша. Кто понял жизнь, тот не спешит. Понимаешь, на Мерсадесе спешить некуда. Ты уже везде успел. Тем более на ИС-классе. Уже везде успел. Но все равно так подплескивается. Это зараза. Не такой уж он у тебя и плавнючий. А смотри, ты заметил, Мустанг с Кадиллаком абсолютно одинаковый по плавности ход. Я тоже удивился. Странно. Значит, нет смысла вообще брать кроссовер? Есть. Нет, конечно. У них вообще дубовые жесткие подвески. Не здесь надо было разворачиваться? Нет, дальше, дальше. Точно? Да, конечно, нет, дальше. Какое наказание за разлитую воду и за объем воды разлитой? Непонятно. Ну, так нужно выпить всю разлитую воду. А это разлитую? Как, как, должно же быть какая-то там, если ты проехал, ну, не быстро, но зато ничего не разлил, это одно. Сколько баллов снимается там за время. А мы сейчас все посчитаем. У нас же есть продюсер, она все посчитает. Так, разворачиваемся. Так, ну что? Время не останавливаем. Время не останавливаем. Вы не спешили. А, ну да, мы не спешили. Так, 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 вынимаем, вынимаем, вынимаем. 3,51 всего. 3,51? Да. Я мог два раза съесть. А воды примерно столько же. Чуть-чуть повыше. Не, повыше, повыше. Давай. Чуть-чуть. Давай сделаем отметочку. Сделаем отметочку, что... И напишем. Кирилл старался. Кирилл старался. Вот здесь она где-то, водичка его. Пиши, пиши, Кирилл старался, Кирилл, красавчик. Кирилл красавчик. Кирилл аккуратный будет у нас. Кирилл аккуратный. Так, ну что, а что-то у него так мало воды-то налито. Да, надо добавить. Надо добавить. Все должно быть. Надо, надо, ставлю, ставь. Надо, надо. Все должно быть по чесноку. В глазах у людей позвоночники ломаются. А ты-ка, воду экономишь, что-то, и наоборот. Трачу. Прискаем всю. Ладно, чтоб таз не улетел отсюда. Таз не улетит, я буду его держать. Нет. Не держу. А не нельзя держать, что за... А-а-а, кривоногий. Ну, прости, Палыч. Да все, поехали. Дверь закрой. Я закрыл. Засекайте. Кто там, беги-ка. Палыч! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Зато будет самое быстрое время круга. Хочу обратить внимание, как весело детям. А теперь, знаешь что? Было полное. А теперь, тихо, тихо. Посмотри, это херня. Посмотри на вот это. Говномазка проехала. Точно ваша вода. В общем, было. Я скажу, сколько было. Было вот так. Ну, короче, понятно. Было вот так. А ты говорил, что она не проливается больше определенного уровня. Просто если за рулем бородач, то можно пролить хоть все. Все. Я думал, она вообще перевернется просто. Ну и что, я считаю, надо подвести здесь итоги. Да, итоги, конечно, подводим итоги. Итак. Видишь, удобно. Все можно вот так сливать. Смотри. Да. Все. Самое быстрое время, я так понимаю, у УАЗа. Да. Ну, разница получается. УАЗ 1 минута 10. У меня минута 24. Да. Зелак минута 24. Мустанг минута 35. Мерседес 3 минуты 51 секунды. Да, пусть он и сэкономил больше воды, но все же. Да. В итоге, получается, я на первом месте. Да? А нет, подожди, кто быстрее? Быстрее всех Палыч проехал. Палыч на первом месте, я на втором. Ты... Я на третьем. На третьем. Это Кирилл. Да, но при этом, точно, пропорционально, да, у нас, соответственно, был расход воды. То есть, Палыч проехал быстрее всего, но он практически ничего не оставил. Да, у него... Ну, а, соответственно, сколько у него осталось? Ну, вот столичка было. Вот столичка. Ну, то есть, соответственно, он там... Одну десятую у него, да, там осталось воды? Ну, плюс-минус, да, наверное, плюс одна десятая. У Кирилла осталось сколько? Наверное, 75 процентов, да? Ну, да, 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 где-то в районе 70. У тебя осталось, наверное, процентов 60. А, да. У нас с тобой одинаково. У нас с тобой одинаково, да. То есть, соответственно, у нас с Кириллом разница всего там 10 процентов. Да, уже 10. Так что было 15. Ну, 10-15 процентов. Да, но при этом, по времени, насколько он, да, в два раза. У вас с лишним разом. С каждым разом она расширяется. То есть, каждый раз здесь объем больше. Ну, ты хочешь сказать, что у тебя в два раза меньше разлилось? Нет, ну, не в два раза, но... А ехал ты в два раза, два с половиной раза, ну... Какие два с половиной? Ну, больше, чем в два раза дольше ехал. Итак. То есть, я думаю, что у нас с Санычем однозначно мы делим первое-второе место. Да. Ну, это неразумно. Что? Ну, это как-то не логично. Нет? Ну, давай тогда свою логику. Вы по полям не ездили, в отличие от меня. Это твои идеи. Ты мог сразу на поле выехать и хреначить. Ну, и что? А твоя какая логика? Короче, я победил. На, победил Палыч вот целый. Победил Палыч? Ребят, что думаете вы? Пишите в комментариях. Люди пускай напишут. Да. Вот правда. Пусть нас рассудят люди. Ну, а мы, собственно, встретимся с вами в другой части нового автобаттла с понторезками. Пока что, пока готовится другой автобаттл. Напишите, как вам идея вообще автобаттла с понторезками, с тачками в такой бюджет за 100, грубо говоря. И, ребят, для тех, кто досмотрел до конца, два бонуса. Первый бонус – это то, что дополнительные материалы можно будет посмотреть на канале у ребят. На каналах у всех. У всех есть. Только Палыч ничего не снимал. У Палыча нет канала. Да. И еще один бонус – это то, что по весне мы будем разыгрывать мустанг. Вот этот самый желтый мустанг с V8. Мы за зиму его приведем в порядок. И будем разыгрывать какие условия, когда, чего. Ребят, это вот подписывайтесь, следите за новостями. В общем, мы его разыграем среди вас, среди подписчиков. Еще есть интересное видео у Кирилла про то, как он Мерседес покупал, как он там его ремонтировал и так далее. У меня есть видео про то, как я там со своим Кадиллаком ездил на бездорожье, я его ремонтировал и так далее. Чуть не перевернули. Ну, чуть, да, там было на грани. В общем, переходите на канал. А у Палыча УАЗ, он тюнингует его. У Палыча просто сумасшедший УАЗ. Он рвет на старте Мерседес. Это... Как Тузик. Да. Вот. В общем, всем пока. Всем удачи. Кирилл, скажи. А, да. Всем счастливо. Александрич, пока. Пока. А где Вася? Ага, все. Все, ребят, всем пока и хорошего настроения.